Было рассмотрено 9 ходатайств защиты, все они были отклонены, поэтому мы подготовили, защитники подготовили итоговое ходатайство. Оно необходимости его заявления, я его сейчас оглашу, оно в письменном виде, оно и подготовлено. Необходимость его заявления в чем? В том, что мы ссылались на уголовно-процессуальный кодекс, на плену, на премену, на верховного суда. Нам госогнение парировало, мы тут в принципе стязательности процесса поддерживали, пытались спорить друг с другом. И госогнение говорило, что есть какая-то как бы практика. Мы эту как бы практику поискали, как бы практику не нашли, но нашли практику. И действительно, практику нашли, которая подтверждает версию защиты о неправильности абсолютного заблуждения дела, незаконности принятия производства, в том числе и о неправильных действиях председательщего, о чем я делал, соответствующие возражения. И практика эта относится, как я сейчас процитирую, как относится к таким республикам, как Башкортостан, Катарстан, к решениям Московского городского суда. Это, безусловно, такие регионы, которые довольно далеко от Саратовской области. Но плюс к этому я ссылаюсь на практику первого государственного суда, который дислоцируется на территории Саратовской области, я сейчас по-моему, определение зачитаю, и на постановление апелляционной станции Саратовского областного суда этого года. То есть это абсолютно свежая практика. И она относится именно к этим случаям, которые я описывал. То есть мы с защитниками друг друга перепроверили, потому что свойство разумного человека – это сомневаться в своих способностях. Мы себя перепроверили, мы нашли практику, которая один в один на сто процентов совпадает с нашими высказываниями в процессе. И все инстанции различных республик, Московский городской суд и апелляционные станции Саратовского областного суда под председательствующим Царенко приставала на сторону защиты, на сторону закона и возвращала дела в порядке 237-й. Сейчас есть и письмо заявление, я предложил эти решения, соответственно, я их сейчас процитирую. Поэтому очередное ходатайство. Уважаемый суд, допущенные в предыдущей статье судебного избирательства на нарушение уголовного процесса закона вынаждают нас снова заявить следующее ходатайство. Первое. В части 4 статьи 7 уголовного процесса содержится императивное требование о том, что постановление суда должно быть мотивированным. Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, не допускается отказ суда от рассмотрения и оценки всех доводных заявлений, ходатайств или жалоб участников уголовного судопроизводства, а также от мотивировки решений без указания на конкретные и достаточные, с точки зрения принципа разумности, основания, по которым эти доводы опровергаются. Это постановление 7П от 24 апреля 2003 года, 18П от 28 октября 1996 года и определение 1527ОО от 17 ноября 2009 года. Это же подтверждается и судебной практикой. Процитирую выдержки из апелляционного определения судебной коллегии по уголовному делу Верховного суда Татарстану от 29 октября 2021 года по делу номер 2281-36-2022. В соответствии с частью 2 статьи 271 ПК РФ суд, выслушав мнение участников судебного избирательства, рассматривает каждое заявленное ходатайство и удовлетворяет его, либо выносит определение или постановление о подказе удовлетворения ходатайства. Согласно пункту 6. Постановление приемного Верховного суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 года, номер 51, о практике применения законодательства по рассмотрению уголовного дела в суде первой инстанции, по вопросам разрешаемого суду по время судебного заседания суд выносит определение или постановление. Во всех случаях судебное решение должно быть мотивировано и оглашаться в судебном заседании. Однако судом фактически не приведено каких-либо мотивов об отказе удовлетворения ходатайства стороны защиты, свидетельствующих об их разрешении по существу. При таких обстоятельствах приговор законным об основном признаке быть не может и подлежит отмене как постановленное существенное нарушение в норму уголовного провинциального закона. Кавычки закрываются. Неприменение мотивов и опровержение долгов защиты приравнено к нерассмотрению их в Верховном суде Республики Башкортостан в аппетитационном определении от 8 апреля 2021 года по делу номер 22, 14, 33, 20, 21 в отношении Пименова и Пименовой. Это также привлекло отмену приговора. Обращаю внимание, что по уголовному делу в отношении Курихина суд преодолел указанную выше правовую позицию конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации нарушил древнюю часть 4 статьи 7 ОПК РФ. Не говоря уже о действиях суда, противоречив указанной выше практики отмена приговоров выше доечественной инстанции. Ни одной из заявленных защиты 9 ходатай судом фактически не рассмотрено. Никаких мотивов, по которым указаны в них долг и признаны необоснованными либо несущественным судом, не приведено. Они отклонны без удаления в совещательную комнату, в то время как для объективной и мотивированной оценки доводов защиты требовалось дополнительное изучение и анализ оспоренных решений следователя и других материалов дела, чего судом сделано не было. Также обращаю внимание, что данные ходатайства прямо свидетельствовали о недопустимости доказательств, положенных в основу обвинения Курихина. Согласно ОПК, время опровержения доводов по этому вопросу лежит на прокуроре. Однако государственные обвинители эти доводы не опровергли, никаких предусмотренных законов оснований для оклонения ходатайств не привел. Председатель, что нарушение закона, допущенное государственным обвинителем, вопреки требованиям статьи 243 УПК РФ, оставил без внимания. Это также свидетельствует о существенном нарушении порядка судебного разбирательства. Поэтому защита ходатайствует о надлежащем рассмотрении всех ранее заявленных 9 ходатайств с обязательным выслушанием мотивированного мнения государственного обвинителя по каждому долоду ходатайства, исполнении им своей обязанности опровержения таких долгов, а также с вынесением мотивированных постановлений судов по каждому долоду ходатайства по ссылке на норму УПК. При необходимости защиты может повторить все долоды данных ходатайств, которые были переданы на суду в основном письменном виде. Второй пункт. Далее процитирую выдержку из апелляционного определения Саратовского областного суда. Я потом письму видео вам передам. Если вы начинаете читать, вы на слух меня не воспринимаете, а так будет легче, что если вы не можете попросить перерыв, прочитать это все и парировать мне. Выдержка из апелляционного определения Саратовского областного суда под председательством Царенко ПП 21 марта 22 года по делу Пригородова и ООО. И в кавычке открывается, что написала апелляционная коллега под председателем Царенко. В кавычке. Следователь, рассмотрев материал уголовного дела, выделила из него и возбудила уголовное дело в отношении Пригородова и ООО по пункту В части 3 ст. 158 КРФ и приступила к его расследованию. Однако нарушение требований ст. 156 ПК РФ не приняла данное дело производства том 1 плюс дело 1. Кроме того, полномочия поручать производство предварительного следствия следователю согласно пункту 1 части 1 ст. 39 ПК РФ принадлежит руководителю следственного органа, тогда как расследование уголовного дела следствию не поручалось. Расследование уголовного дела, неуполномоченным на то, в соответствии с законом следователем, является нарушением процедуры уголовного судопроизводства и влечет за собой признание всех следующих порциональных действий, не имеющих юридической силы. Указанное нарушение требований ст. 156 ПК РФ является существенным повлекшим в составление объединительного заключения с нарушением требований УПК РФ. По этим основаниям, кавычки закрываются, по этим основаниям приговор в отношении пригорода был отменен с возвращением уголовного дела прокурора в порядке ст. 237 ПК РФ, где сравним при обязательстве и посмотрим дело судов. Защитники внимательно анализировали решение суда по делу пригорода. Одно отличие в том, что я процитирую, что здесь следователь постановила, она женщина, а у нас следователь мужчина, он постановил. Других отличий нет, только полуследователя. Все остальное совпадает ноль в ноль. Дело было вынято, выделено, не принято к производству и решение было принято неуполномоченным лицом. Решение Саренко законно, его никто не оспорил, и оно не отменено до сих пор. Все, оно вступило законную силу. Это закон. Далее, вот еще цитата из постановления Президиума Московского городского суда 30 июля 2019 года по делу 14У 331-2019, отменившего обвинительные приговоры, также возвратившего уголовное дело прокурора. Цитата. Согласно части 1 статьи 156 УПК РФ, предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следует выносит соответствующее постановление, в котором указывается о применении уголовного дела к своему производству. Требования УПК в ходе расследования уголовного дела не соблюдены, что не было принято во внимание судом 1 и апелляционной инстанцией. Как видно из уголовного дела, предварительное расследование проводилось неуполномоченным на то должностным лицом. Так, следователь, рассмотрев материал уголовного дела номер 308722, выделила из него и возбудила уголовное дело в отношении Т по пункту Г, часть 4 статьи 228-1 УПК РФ и приступила к его расследованию. Однако, в нарушении требований статьи 156 УПК РФ не приняла данное дело к своему производству. Том. 1.294. Расследование данного уголовного дела, неполномоченным на то в соответствии с законом следователем, является нарушением процедуры уголовного судопроизводства и влечет за собой признание всех последующих процессуальных действий, не имеющими юридической силы. А поэтому постановленный объединительный приговор в отношении Т и апелляционное определение подлежит отмена с возвращением уголовного дела в порядок статьи 237 УПК РФ прокурора для устранения препятствий к рассмотрению дела в суду. Аналогично высказался по этому вопросу и 1-й профессиональный суд общей юрисдикции с дислокацией в городе Саратов. Определение от 23 сентября 2020 года номер 77-1767-2020. Можно привести еще массу примеров, подтверждающих очевидные закрепленные в законе статья 156 УПК РФ и не требующих доказательств аксиомы. Следователь не вправе принимать какие-либо решения и проводить какие-либо действия по уголовному делу, которые он не принял в производство. И это аксиомы доказательств мы приводить не должны. Следователь не вправе самостоятельно возбудить уголовное дело по выведенному материалу. Такие полномочия имеет только руководитель следственного органа, который должен был вручить производство предварительного следствия конкретному должностному лицу. И лишь после этого и принятия уголовного дела к своему производству, такое лицо будет наделено полномочиями на вынесение каких-либо решений по уголовному делу. Полагаю, что подобные многочисленные примеры, уважаемые мировому суде и прокурору, известны не хуже, чем защитникам. Тем более удивительна для нас позиция, отрицающая как указанную выше требования закона, так и существующую судебную практику. Из материалов дела в отношении Куришина прямо следует, что следователь самостоятельно взялся на себя полномочия руководителя следственного органа по незаконно выделенным им же материалам возбудил три уголовных дела, после чего не получил указания на принятие их в делах к производству от своего руководителя и не принял к своему производству ни одно из уголовных дел. После этого одно из таких непринятых к производству дел следователь передал прокурору для определения последствий. Остальные два дела, надо полагать, находятся в «заначке» у следователя, без принятия по ним до настоящее время какого-либо решения. Еще раз обращаю внимание, что уголовные дела, три дела, возбужденные по разным эпизодам преступлений, не были соединены. В результате защита лишена возможность определить, какое из трех возбужденных следователей дел все же дошло до суда, а какие два дела он оставил в «заначке» у себя. Какое мы рассматриваем дело и где два остальных? Где это можно увидеть в материалах уголовного дела? Это, очевидно, нарушает права подсудимого. Поэтому в целях соблюдения права Курихина на защиту прошу суд обязать государству обвинителя разъяснить все указанные вопросы и хотя бы объяснить защите и подсудимому, какое из трех уголовных дел, возбужденных следователем, в настоящее время рассматривает суд. Конкретно многоследовательные нормы УПК, грубононарушенные следы, ранее подробно изложены в ходатайство в ходных в песенном виде. И третий пункт. Еще раз обращаю внимание суда на то, что проводимое в настоящее время судебное разбирательство уголовного дела отношений Курихина СГ изначально не является легитимным, в связи с чем все представленные стороной обвинения, исследуемые судом доказательства о виновности, являются недопустимыми и не могут использоваться при внесении итогового решения по делу. Понесение такого решения в принципе невозможно. По делу изначально допущено грубое нарушение требований закона и прав Курихина. Предварительное служение по нему проведено без заучастия. Такое отношение к судебному разбирательству запрещено не только к уголовно-процентальным законам, но и к племам Верховного Суда Российской Федерации. Пункты 16 и 17 постановления высшего органа судебной власти в нашей стране от 22 декабря 2009 года, о применении судами нормы уголовно-процентального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству, прямо указано, что участие обвиняемого в предварительном слушании является обязательным. Ни одного из перечисленных УПК в данном постановлении племума исключительных обстоятельств, позволяющих суду провести такое слушание без обвиняемого, не было. Явно незаконным является начало судебного разбирательства ранее, чем за 7 суток с момента вручения Курихну копия обвинительного заключения. Очевидно, что рассмотрение уголовного дела без участия защитника подсудимого, как это было ранее сделано судом, согласно УПК, просто невозможно. Все указанные нарушения являются существенными, фундаментальными, и скользящие саму суть правосудия. Поскольку они препятствуют вынесению законного итога решения по делу, такие нарушения должны быть устранены путем проведения судебного разбирательства в рамках установленных УПК, начиная со стадии предварительно услышанных. На основании изложенного прошу 5 пунктов. 1. В целях устранения допущенных ранее нарушений уголовно-правоциального закона, вынесения по делу законного решения, провести по уголовному делу в отношении Курихина и СГ, предварительно услышанные в порядке предусмотренные уголовно-правоциального закона, с его участием. На коротвору в том числе рассмотреть вопрос о возвращении уголовного дела в порядке ст. 237 ВК РФ в связи с невручением прокурору копия обвинительного заключения моему подзащитнику. 2. Обязать государству обвинительное исполнить требования уголовно-правоциального закона и понести возложенным на него данным законом бремя опровержения ранее заявленных доводов стороны защиты о недопустимости всех доказательств, полученных в ходе незаконного расследования и необходимости возвращения уголовного дела прокурора для решения вопроса об уголовном предследовании Курихина со стадии возбуждения уголовного дела. 3. Представить в защите возможность огласить постановление следователя о возбуждении трех уголовных дел, одно из которых в отношении Курихина, после чего обязать государству обвинительное разъяснить в стране защиты и суду, по какому из трех несоединенных между собой дел сейчас проводится судебное разбирательство в настоящем процессе. 4. Рассмотреть все заявленные ранее 9 ходатайств страны защиты в порядке, предусмотренном ВПК, с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, Пленума Верховного суда РФ и вышестоящих по отношению к мировому суде судебных инстанций. 5. По каждому ходатайству вынести мотивированное постановление, соответствующее требованиям части 4 ст. 7 ПК РФ. В случае отклонения ходатайств указать по каждому ранее заявленному и вновь заявленному в Домбуре защиты, почему они являются необоснованными либо несущественными. Прошу в кисленном виде приобщить к материалу дела. Копия также будет представлена прокурором.